МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В проекте бюджета на следующий год не предусмотрены средства на финансирование бесплатных завтраков и групп продленного дня. С 1 января за это будут платить родители школьников. По словам директора Департамента финансов Любови Марковой, Саров единственный в регионе город, где бесплатная продленка все еще существует. Воспитатель групп продленного дня до 2019 года, я говорю про город Саров, сколько мы могли, мы их, как говорится, заработную плату воспитателям групп продленного дня платили за счет бюджета. Ну, я имею в виду субвенции, наши же средства. Но когда есть приказ Министерства образования, где четко написано, что никаких воспитателей групп продленного дня не предусмотрено, штат их убрали. Такая же ситуация с бесплатными завтраками в школах. Они сохранились только в Сарове. Но с 1 января, так же, как и во всей области, будут отменены. Впрочем, не для всех. В проекте бюджета предусмотрены средства на финансирование питания для отдельных категорий граждан. 3 миллиона – это субвенции на двухразовое питание ОВЗ и 11,5 – это предусматриваются расходы на питание малообеспеченным и по детей из многодетных семей. Детально все 14 муниципальных программ депутаты обсудят на ближайших заседаниях комитетов. На встрече с представителями управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций речь шла о принятых в этом году поправках в Жилищный кодекс. Много вопросов вызывает проходящая в стране реформа в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Так, в правилах представления коммунальных услуг появился новый раздел, посвященный расчетам за вывоз отходов. Плата будет рассчитываться по нормативам. Платить, исходя из объема вывозенных отходов, собственники будут только в случае раздельного сбора мусора и если это указано в заключенном с оператором договоре. Это мотивация для потребителей. Хотите платить из факта, добивайтесь раздельного сбора. Но добивайтесь не от администрации. Вот чтобы было понятно сразу. И вам, и потребителям добивайтесь от ред оператора. Потому что для организации раздельного сбора региональный оператор должен обеспечить возможность вывоза раздельного этих отходов. А это несколько дополнительных мусоровозов. Игорь Кокин обратил внимание на то, что входит в понятие твердые коммунальные отходы. В регионах, где уже действуют региональные операторы, возникает много проблем с перечнем того, какой же мусор они должны вывозить. По закону к твердым коммунальным отходам относятся предметы и вещи, утратившие свои потребительские свойства. Сейчас в стране действует федеральный классификационный каталог отходов. В нем появился раздел твердые коммунальные отходы. И там четко написано твердые коммунальные отходы. Что из себя включают? Отходы из жилищ, крупногабаритные отходы, отходы при уходах за газонами, древесно-кустарниками. Это все входит в крупногабаритные коммунальные отходы. Также в правилах указано, что региональный оператор отвечает за предоставление коммунальной услуги только с момента погрузки отходов в мусоровоз. По словам экспертов, фактически это способ переложить ответственность на исполнителя коммунальной услуги, управляющую компанию или ТСЖ, которые должны загрузить мусор в машину. Екатерина Опенова, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24. На повестке дня публичных слушаний три вопроса большое внимание уделили 17-му микрорайону. Чиновники выступили с инициативой создания и утверждения проекта межевания территорий жилого сектора у аэродрома. Делается это для того, чтобы жильцы смогли поставить на кадастровый учет часть земель под многоквартирными домами. На сегодняшний момент у нас на кадастровом учете не стоит более 100 жилых домов многоквартирных. Вот из этих 100 45 как раз касается этого микрорайона. Для того, чтобы жители могли воспользоваться правом получения собственности, поставки на кадастровый учет, администрация сделала это все за свой счет. Речь идет о территории в районе улиц Осипенко, Нижегородской, Гоголя и Маяковского. За пару недель до публичных слушаний в интернете появилась информация о том, что квартал у аэродрома попадет под реновацию. Однако в администрации пояснили, что проект межевания территорий никакого отношения к программе замещения ветхого жилья новыми зданиями не имеет. Никакого отношения к реновации этого микрорайона нет. Это чисто выполнение своих обязательств администрации перед многоквартирными домами, чтобы у нас все многоквартирные дома стояли на кадастровом учете. Больше ничего. Частные вопросы публичных слушаний касались застройки на территории участка в одном из садоводческих обществ и увеличения площади разрешенной застройки в доме по улице Лесной. Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик, служба новостей Саров, 24. По закону не платить за капитальный ремонт в России могут только те собственники, чьи дома попали в реестр аварийного жилья. В Сарове таких домов нет, а это значит, что все собственники жилья на территории нашего города обязаны вносить плату за капитальный ремонт. С неплательщиками у регионального оператора разговор особый. Какая же ответственность наступает у неплательщиков? Сегодня неплательщики обязаны оплатить не только за должность по капитальному ремонту, но и обязаны оплатить пене, которое начислено будет за тот период, за который они накопили задолженность, и плюс еще судебные сдержки. В администрации города подчеркивают, что должников по капитальному ремонту в Сарове немного – 15-20% от общего числа всех собственников жилья. И чтобы в Новый год должники вступили без долгов, региональный оператор создал некую форму амнистии. Региональный оператор объявил о том, что он предоставляет рассрочку по уплате взносов за капитальный ремонт. Для того, чтобы оплатить рассрочку, нужно заключить соглашение с региональным оператором. Такое соглашение можно пойти и заключить с помощью биллинговой компании. Чтобы получить рассрочку, необходимо предоставить копию паспорта, копию правоустанавливающего документа, копию квитанции ЖКХ за последний расчетный период, а также заполнить соглашение о предоставлении рассрочки по погашению задолженности за капитальный ремонт. За более подробной информацией можно обращаться в биллинговую компанию Сарова по адресу улицы Духово, 4 или по телефонам 503-84 и 625-57. Кирилл Васенин, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Пока здесь огороженная забором стройплощадка, которая совсем скоро превратится в новый жилой квартал. Проезд, вдоль которого стройными рядами вырастают таунхаусы, еще не оформился в улицу, но о его наименовании уже задумались. Ветераны РФИАЦ ВНИЕФ и сотрудники ИТМФ вышли в городскую думу с инициативой дать проезду имя выдающегося ученого, математика и физика Николая Александровича Дмитриева. Он родился в Москве в 1924 году. И в 15 лет, то есть когда ему было 15 лет, он уже закончил школу и поступил в МГУ. И учась в МГУ он уже начал работать с математиками-профессионалами. Академик Могоров очень имел хорошие виды на него. В 1948 году Николай Александрович приехал в Саров, чтобы применить свои знания и способности в работе над советским атомным проектом. Он работал вместе с Юлием Харитоном, Яковом Зельдовичем и Андреем Сахаровым, внеся огромный вклад в развитие теории ядерного заряда, который сыграл решающую роль в судьбе послевоенного мира. Он действительно и в первой атомной бомбе, и в последующих атомных бомбах, и в первом термоядерном заряде, и в последующих он везде вложил свой труд. Поэтому он является, конечно, основательным нашей с точки зрения физики, с точки зрения математики. Труды Николая Дмитриева заложили основу теоретических методов расчетов изделий. Большинство теоретиков и математиков учились на его работах. Лауреат Ленинской, Сталинской и Государственной премии, обладатель Ордена Ленина и двух Орденов Трудового Красного Знамени. Николай Дмитриев, по словам Анатолия Агапова, был человеком невероятно скромным. Всего себя он посвящал науке и работе, не требуя к себе внимания и особого отношения. На самом деле легенда. Рождались идеи, которые он математически записывал. Понимаете, это свойство не каждый человек способен сделать теорию, превратить в математику. Инициативу о присвоении новому проезду в районе улицы Садовой имени математика и физика Николая Дмитриева депутаты рассмотрели на одном из последних заседаний думских комитетов. Предложение поддержали единогласно и вернуться к его обсуждению уже на ближайшем заседании Думы. Звуки живой музыки наполнили ресторан «Прайм». Джаз-бенд «Дяди Вовы» превратил обычный вечер в удивительное музыкальное приключение. Узнаваемые мелодии в авторской аранжировке, уютная атмосфера «Прайма», изысканные блюда и напитки и компания хороших людей. И вот вы уже не в Сарове, а в Нью-Йорке 50-х. Мы играем и поем в основном классический джаз, и мы с удовольствием исполняем их, как у нас и инструментальные пьесы, и вокальные. Джаз-бенд регулярно выступает на крупнейших площадках Сарова, и у музыкантов есть свой слушатель – джаз для людей с притязательным вкусом, который воспитывается с самого детства. В этом уверен Матвей Игнатов. Мальчик учится лишь в девятом классе, но уже смело выходит к микрофону под аккомпанемент маститых музыкантов. Джаз – это вершина исполнительского искусства. И хотя свою профессиональную деятельность связывать с музыкой Матвей не планирует, с джазом он расставаться не собирается. Петь для себя и для людей, которые знают толк в музыке, это особое удовольствие. Джаз поют только те, кто кайфут от того, что они исполняют. Кроме Матвея Игнатова, в этот вечер выступили и другие воспитанники вокальной студии «Зебра». Несмотря на молодость, все они лауреаты всероссийских и международных конкурсов исполнительского мастерства. Каждый выход вокалистов в гости ресторана встречали овациями. А организаторы концерта уверены – такие музыкальные вечера в прайме должны стать доброй традицией. В городском приемнике для бездомных животных содержатся кошки и собаки, которые волею судьбы остались без крыши над головой. Какого-то котенка подобрали школьники на улице и родители запретили оставить его дома. Кто-то попал сюда после смерти единственного хозяина. Несмотря на то, что волонтеры активны ищут новый дом для пушистых питомцев, в среднем в казенных клетках питомника живут около 90 кошек и собак. И эта цифра не уменьшается. Но, как выяснилось на публичных слушаниях по бюджету, в городскую казну в следующем году не заложены средства на финансирование приюта для животных. Сейчас придем, так будет давать миллион. Мы будем добавлять? Нет. Не будем. Говорят, что на следующий год в городском бюджете не будет выделяться из городского бюджета средств на содержание безнадзорных животных. Только на областные деньги, на миллион – это невозможно. Большое помещение, его надо содержать. В текущем году в смете комбината благоустройства на содержание приемника было заложено 4 миллиона рублей. Один миллион из которых выделяет область. Эти деньги идут на отлов и содержание сроком до 10 дней. Еще один миллион предприятий заработало за счет приносящей доход деятельности. Остальные 2 миллиона давал город. Если этих денег не будет, это просто катастрофа будет. Это, во-первых, увеличится количество эвтаназии. То есть щенки, котята, куда их дебать? Они не подлежат к операции никаким. Их надо сразу. Эвтаназия, значит, и трупоохранилище. Из-за отсутствия средств через 10 дней животных просто-напросто придется выпускать обратно на улицу, что повлечет значительное увеличение количества безнадзорных кошек и собак. И как результат – ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки. Уже два года подряд сидим здесь в карантинных побешенствах. И если резко увеличится количество безнадзорных животных, они, которые будут в лесу постоянно быть в контакте с дикими животными, то здесь будут очень большие проблемы для города, для населения. Согласно правилам, отпускать животных из приемника можно только после проведения определенных процедур и рекомендаций ветеринара. Стерилизация хоть и урегулирует размножение, но никак не повлияет на агрессивность бездомных кошек и собак. При этом в питомнике содержат животных не только с улицы. Хозяева приносят туда и породистых питомцев. Этих породистых собак мы не можем за 10 дней найти новых хозяев. Они у нас некоторые сидят годами. Пока мы в итоге все равно находим новых хозяев, отдаем их тогда сразу, что так же, ну, кастрировать, выпускать на улицу, но они сдохнут сразу на следующий день. Они же не приспособлены. Вопрос с финансированием приемника пока остается открытым. Все точки над «и» будут расставлены в конце декабря, когда депутаты примут бюджет города на будущий год. Дарья Цапорыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Концерт воспитанники объединений и студий молодежного центра готовили сами. Писали сценарий, подбирали номера, чтобы в канун праздника порадовать своих мам. На вечере подвели итоги городского фотоконкурса «Свет материнской любви». С каждым годом количество участниц творческого соревнования растет. В этот раз организаторам прислали более 100 работ. Фотографии оценивали в пяти номинациях. Где мы постарались отразить маму, женщину вообще в разных образах. То есть номинации есть такие «Супер мамы», где мама может быть без ребенка на фотографии. Ну, допустим, в какой-то очень оригинальной профессии или занимающейся каким-то видом спорта. «Моя мама лучше всех», где ребенок показывает свою любовь к маме. Кстати, в этой номинации у нас в этом году больше всего работ. Елена Севцова уже второй раз входит в состав жюри конкурса. Она отмечает, что любое подобное соревнование оценивать всегда тяжело. Работы все очень творческие, очень интересные, яркие, красочные. И достаточно тяжело было их оценивать. По крайней мере, тяжело было выбрать одну работу. Потому что работ было действительно очень много хороших, красивых и приятных, которые хотелось бы как-то поощрить. Екатерина Бегаева неоднократно принимала участие в конкурсе, становилась призером. В этом году она победила в номинации «Супер мама». Екатерина воспитывает семилетнего сына. Быть матерью для нее – самое главное в жизни. Этап, в который я вступила, и теперь это все для меня. Это растить ребенка, делать из него достойную личность, помогать ему стать личностью. Для меня это все. Победу в других номинациях одержали Татьяна Шкретова, Анна Кузнецова, Наталья Тараканова и Ольга Пономарева. Все фотографии, представленные на конкурс, можно посмотреть в группе Молодежного центра ВКонтакте. Екатерина Опенова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Процесс реорганизации двух предприятий завершен. Технически и организационно все прошло хорошо. Весь имущественный комплекс КБУ полностью перешел в ДЭП, сокращений сотрудников КБУ не было, их зарплата и условия труда не ухудшились. С этого начала свой доклад председатель КУМИ Людмила Тырсина, отметив также, что объединение было неизбежным. Это аналогичные виды деятельности, оптимизации всех процессов. На сегодняшний день, если так для интереса, находится законопроект на принятие, который в течение 2019 и 2020 года мы с вами все МУПы каким-то образом будем реорганизовывать. Мы будем выходить. То есть ни одного МУПа к 2021 году, согласно этому законопроекту, не останется. У бывшего директора КБУ отношение к этому объединению негативное, о чем он прямо заявил депутатам. Суренов-Сипян признался, что он не видит экономического обоснования этой реорганизации. По его словам, ему не предоставили никаких расчетов, доказывающих, что укропнение предприятия будет эффективным. Только сейчас можно после того, как похоронку получили, выпили за упокой, только можно сказать, что поживем, увидим. Потому что я уверен, что этого эффективности не будет. Опроверг Суренов-Сипян и то, что при слиянии двух предприятий не произошло сокращение штата КБУ. По его словам, 15 человек уволились, потому что их не устроили новые условия труда. Еще семь попадают под сокращение. Да и сам Сурен Карленович, которого на комитете депутатам представили как заместителя директора ДЭП, с 30 ноября на укропненном предприятии не работает. Я тоже с завтрашнего дня уволен, в связи с моим желанием. Обсуждая судьбу объединенного предприятия, депутаты также подняли вопрос асфальтного завода, который с 2000 года находится в хозяйственном ведении ДЭП. Предприятие держит 70% его акций и с 2013 года получает дивиденды. За последние пять лет это примерно 12 миллионов рублей. Для предприятия, которое балансирует на грани финансового выживания, это ощутимое подспорье. Однако этого дохода, как выяснилось, ДЭП в скором времени может лишиться. Поступило обращение о том, что администрация города хотят забрать 70% данных акций асфальтного завода. Хотелось бы понять, зачем тогда какой ДЭП без асфальтного завода. Основная мысль – это включить в план приватизации, продать очень неплохо, получив доход в бюджет. Предприятие хорошо работающее, зарабатывающее прибыль, которое можно очень хорошо приватизировать и получить доход в бюджет города Сарова. Многое в деятельности завода удивляет директора ДЭП Сергея Куприкова. Будучи держателем 70% акций и входя в совет директоров завода, он не всегда в курсе того, что там происходит. Так, например, запросив отчета финансово-хозяйственной деятельности завода за 2017 год, он получил 8 его вариантов. Если в первом отчете была прибыль показана 120 тысяч, то после проверки и без не было приложено аудиторского заключения, то после проверки и аудитором прибыль выросла до 2 миллионов. За счет того, что выросла эта прибыль, мы получили дивиденды 1 миллион 300, которые получили в этом году, которые нам так необходимы. А еще из этого отчета Сергей Куприков узнал, что оказывается, руководитель завода, не ставя в известность ДЭП как учредителя, в 2017 году заключил договор подряда. Эта ситуация вызвала столько вопросов у депутатов, что они попросили контрольно-счетную палату провести полную внеплановую проверку деятельности асфальтного завода и решили вновь вернуться к обсуждению судьбы объединенного предприятия уже на ближайших заседаниях. Лидия Шулаева, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Лев Дедешко был настоящей звездой Ейской гимназии номер 14. Из третьего в пятый класс мальчик перешел экстерном, учился на отлично и сразу же включился в олимпиадное движение. Лев становился призером и победителем в 48 международных и всероссийских олимпиадах. В 2015 году мальчик трагически погиб. В его честь на родине каждый год проводят международную олимпиаду школьников. В этот раз на интеллектуальном состязании наш город представляли ученики школы номер 13 под руководством учителя математики Людмилы Кузнецовой. Во-первых, и задания олимпиады значительно отличаются, например, от всероссийской олимпиады школьников, в которой они также принимают участие. Кроме того, это возможность пообщаться с детьми из других городов, проявить какую-то свою креативность, уникальность, потому что заданий творческих было очень много, от изобретения космолета до написания письма космонавтам. Шестиклассник Владислав Владимиров стал лучшим в своей возрастной категории по физике. Этот предмет Владислав только начал изучать, однако уже добился высоких результатов. Мальчик получил диплом первой степени и медаль. Ну вообще я пришел на физику просто проверить свои знания, и вот так вот получилось. У меня есть старший брат, который занимается физикой, и я иногда смотрю, что он проходит. Софья Богомолова учится в шестом классе. На Олимпиаде в Ейске девочка завоевала диплом третьей степени по географии. Этот предмет Софья изучает второй год. Для нее участие в этой Олимпиаде – дополнительный стимул совершенствовать свои знания. Задания по географии были, не сказать, сложными, просто мы это не проходили. Сидели мы по отдельности, поэтому никто не мог помогать друг другу. Сейчас ребята готовятся к конкурсу робототехники. Под руководством учителей информатики они изобрели робота, который будет помогать с уборкой на кухне. Детская площадка, возведенная на пустыре в районе улиц Березовые и Раменская – самая большая из подобных в Сарове. Площадь, которой она занимает, более 300 квадратных метров. Выложена площадка специальным прорезиненным покрытием. Место под застройку было выбрано с учетом строительства в будущем на этом месте общеобразовательной школы. Во внимание также приняли и мнение жителей этого района. Сделана она по инициативе, или с участием депутатов, или по инициативе жителей микрорайонов в рамках программы благоустройства. Стоимость этого всего удовольствия больше двух миллионов рублей. Очень надеемся, что будет востребовано жителями. Сквер красивый, хороший, с дорожками, со скамеечками. Здесь же и пожилой тоже контингент. Поэтому хочется, чтобы здесь все благоустроено было. Масштабный проект в рамках программы поддержки местных инициатив реализован и в ТИЗе. Здесь заасфальтирована часть дорог и подведена центральная канализация. Проезд с лавиной. Общая протяженность канализации на этом участке составила порядка 280 метров. По улице Новый порядка 260. Общий метраж 540 метров. Всего в Сарой по программе поддержки местных инициатив реализовано 8 проектах. В разных районах города отремонтированы тротуары и бордюры, появились парковки во дворах, спортивные и детские площадки. Вы видели все эти объекты, вы видели, что практически все работы выполнены. Осталось буквально вот здесь доделать работы. Общий объем средств, которые мы израсходовали из бюджетов разного уровня, городского, областного и федерального, составил порядка 55 миллионов рублей. В 2019 году программа поддержки местных инициатив продолжит свою работу. Для того, чтобы в нее попасть, необходимо собрать инициативную группу и обратиться к своему депутату с предложением о благоустройстве. Первыми право показать свое мастерство в художественной гимнастике предоставили самым юным спортсменкам. Девочки с 6-7 лет выступали без снарядов и демонстрировали зрителям и жюри правильность выполнения гимнастических элементов, а также пластику и гармоничность композиции. Ирина Ручкина всего год занимается художественной гимнастикой, но уже почувствовала, насколько это сложный вид спорта. Потому что там можно научиться садиться на шпагат, другие элементы делать. Самые маленькие гимнастки выступали под песни из любимых мультфильмов. Девочки из Нижнего решили взять за основу русский фольклор. Шпагаты, перекаты, ласточки и кувырки гармонично вписались и стали частью задорного народного танца. Сами дети музыку почувствовали, когда подбирали музыку, они сами выбрали, мы хотим под нее выступать. И больше они как-то в нее вкладываются, им больше нравится, она очень веселая такая, энергичная. Поддержать юных гимнасток пришли родственники и друзья. За кулисами справиться с волнением и вспомнить элементы помогали спортсменке постарше. Участие в открытых соревнованиях в нашем городе для сборной из Нижнего Новгорода стало уже традицией. Как только проводят соревнования, мы всегда на них приезжаем. Нам здесь очень нравится, потому что здесь теплая атмосфера. Праздник красоты и грации продолжался два дня. Мастерство гимнасток оценивали как в личном, так и в командном первенстве. Сильнейшие спортсменки получили дипломы и памятные подарки. Вице-чемпион прошлого года высшей лиги Нижегородской области хоккейная команда «Кстова» оказалась сильным соперником. На первой же минуте встречи хозяева льда смогли распечатать ворота Саровской дружины. И весь оставшийся период преимущества в счете и владении шайбой было на сравне к Стовчан. Говорили в раздевалке, что не надо недооценивать соперника. То есть ребята, да, у них есть какие-то финансовые трудности в команде, но тем не менее они могут, они хотят. Поэтому вышли. Больше хотели, но сейчас будем немножко выравнивать. Ко второму периоду саровчане подошли более собрано. Добавили скорости, начали создавать опасные моменты возле ворот соперника. Их усилия увенчались успехом, но распечатав ворота кстовской команды за следующие пять минут, наши спортсмены получили в свои ворота еще две безответных шайбы. Остроты этой встречи добавляли постоянное удаление у обеих команд. Правда, реализовать большинство команде Саров Инвест так и не удалось. Немножко не готовили это, не занимались этим. Ну, где-то придет к столу. Не можем, не можем пока большинство реализовать. Сейчас проведем беседу. Я думаю, что в третьем поправим немножко положение в плане машинства. В третьем периоде саровчане смогли забить еще один гол ворота кстовской команды, но на результат всей игры эта шайба не повлияла. Финальный свисток и на табло зафиксирован неутешительный для нашей команды счет 5-2. Я думаю, игра неплохая получилась. До последних минут упорная борьба. Спасибо ребятам, что нам удалось сегодня победить, потому что мы до этого в Держинске проиграли. Как бы нужно было реабилитировать, тем более на своем льду не имеем права проигрывать. По игре равна игра. Чуть-чуть нам повезло. Следующая домашняя встреча ХК Саров Инвест пройдет в воскресенье 2 декабря. В гости в наш город приедет команда из Дальнего Константинова. Начнется игра в Ледовом дворце в 14 часов. Городской чемпионат собрал как опытных, так и начинающих спортсменов. Один из участников, Денис Ершов, занимается бадминтоном 25 лет. За это время он неоднократно побеждал на различных соревнованиях, становился чемпионом Сарова. Денис Ершов считает, что в нашем городе созданы все условия для занятия этим видом спорта. Тренировки проводятся каждый день. То есть народу есть где заниматься, проводят соревнования. Люди выезжают на соревнования нерегулярно. Максим Вершинин серьезно тренируется уже два года. До этого занимался пляжным бадминтоном. Максим уверен, что бадминтон – это идеальный вид спорта. Здесь участвует все. Удар также идет от пяточки, кончается кистью руки. Сначала у них, конечно, будут травмы. Но так как у нас коллектив большой, дружный, все больше и больше они будут любить этот вид спорта и не смогут без него жить. Бадминтон стал популярен в нашем городе в 70-х годах. Тогда же и возникла Федерация бадминтона Сарова. Сейчас ее возглавляет Вячеслав Никитин. Тренировки для всех желающих проходят практически каждый день. Однако нужно понимать, что бадминтон – непростой вид спорта. Я бы его приравнял к быстрым шахтатам. Здесь надо очень быстро думать, что делать. Возможно, это все затягивает потихоньку. То есть поначалу кажется, что это все как-то так… Ну что там, волочек попинать. А потом уже понимаешь, что, особенно когда играешь с игроками более высокого уровня, что не все так просто. В середине декабря в нашем городе состоится открытое личное первенство – «Рафиатс в НИЕФ по бадминтону на сетке». Такой турнир проходил в Сарове уже два раза. В этом году организаторы планируют привлечь участников из других городов. Выпускник 12-й школы Валерий Щеголихин в семь лет сделал выбор в пользу баскетбола. Занимаясь секцией, ему удавалось тренироваться с ребятами постарше. Сегодня Валерий Щеголихин уже играет наравне со взрослыми спортсменами и входит в состав Саровского баскетбольного клуба «Атом». Вместе с командой он защищал честь города на первенстве России. Очень игровой вид спорта, командный. Тут надо играть на команду, а один тут ничего не сделаешь. Если будет играть целый коллектив, то команда будет выигрывать. На городских соревнованиях среди школьных команд Валерий Щеголихин завоевал звание лучшего игрока. Баскетболист планирует сделать спорт своей профессией и после окончания 11-го класса поступить в физкультурный вуз. Валерий играет на позиции разыгрывающего. С него начинаются атаки, комбинации передачи, которые в конечном счете должны закончиться мячом в корзине соперника. Валерий на поле также выполняет роль защитника. Самое главное – это защита. Если не будет защиты, то команда не сможет выиграть. А нападение – это уже потом. Городские соревнования среди школьных команд – это муниципальный этап лиги Кэсбаскет. Он дает возможность талантливым саровским спортсменам соревноваться с командами из области и выходить на всероссийский уровень. За право представлять саров на следующих этапах лиги Кэсбаскет боролись команды из 14-й и 12-й школ. Путевку в финал эти сборные получили после группового этапа и полуфинальных встреч. Здесь 10 команд. Система была по двум подгруппам, по 5 команд. Сильные по две команды из группы выходили в финал. Соответственно, сначала полуфинал, и вот сейчас состоялась финальная игра. Итоговый счет на табло – 60-29 в пользу баскетболистов из 12-й школы. 16 декабря они отправятся на следующий этап соревнований лиги Кэсбаскет в Держинск.